Друзья, всем привет! С вами Юрий Сенцов и канал Владимира Шамшурина «Все твои». Друзья, у меня сегодня очень-очень-очень важная и хорошая новость. Я сегодня праздную день рождения. День рождения моего второго сына. Сегодня родился мой сын второй, его зовут Юрий, тоже как и меня, собственно говоря. И, ребят, я бесконечно счастлив. Я хочу с каждым из вас поделиться этой приятной новостью. Хочу, чтобы вы за меня порадовались. И когда-нибудь я тоже порадуюсь за вас, когда в вашем доме произойдет столь радостное, столь значимое и важное событие. Передать то, что я сейчас ощущаю, ну вот на самом деле невозможно, потому что это то, к чему я шел как бы всю свою сознательную жизнь, а это обрести хорошую, большую, крепкую, настоящую и дружную семью. Вот. Нас теперь еще стало больше, еще на одного человека. Я не знаю, это финиш это или дальше будет продолжение, но на сегодняшний день просто мы вот взяли на себя такую ответственность, такой вот такой праздник, который в котором мы сейчас будем вместе с супругой присутствовать. И, собственно говоря, меня реально переполняет эмоции. Хочется как-то вот, хочется плясать, танцевать. Я, в принципе, это и делаю перед, между тем, как снимаю ролики. Ребят, ну, честно сказать, не все так было радужно когда-то там еще до 2015 года. Я тоже в свое время там смотрел канал месяцами, там просматривал кучу мотивационных роликов. От того, что, ну, у меня не было возможности вообще даже просто ходить и, как бы, знакомиться с женщинами. Конечно, в моей жизни были какие-то там разные женщины, ну, как бы, мы и сами понимаем, что качество этих женщин нас никого не устраивает. И, собственно говоря, счастья в душе и спокойствия, как бы, ну, в этом нету. И всегда хотелось закрыть гештальты настоящие, вот, настоящие правильные ценности, да, которые нам дает, ну, в общем, семья, как я, на мой взгляд, это действительно важная и правильная ценность, то, ради чего, ну, в том числе должен жить человек. Он должен брать на себя ответственность, воспитывать своих детей, там, кормить свою жену. Ну, в общем, вот какие-то вот эти базовые вещи, они очень правильно, они наполняют энергией и дают, вот, ход правильному течению жизни. Вот, не то, что вот эта вся наносная хрень, да, как бы, которую мы привыкли вокруг себя ощущать, то есть вот истинные ценности, то, когда человек действительно даже счастлив, ну, в общем-то, не всегда нужно иметь там кучу денег для того, чтобы быть счастливым, хотя деньги – это тоже важный момент, и они вам помогут стать счастливым. Никогда я вам не скажу, что, как бы, голодным и, там, в общем, безденежным быть классно, но, в общем, одно другому не мешает. То есть сегодня вопрос в том, что выбираешь ли ты по-настоящему правильные ценности, вот, и каждому из вас, я уверен, что здесь все, кто смотрит канал, как минимум 99 процентов – это все наши ученики, прошедшие тренинги и потенциально наши ученики, просто зрители, которые, да, смотрите сейчас, вы все хотите только одного, найти свою вторую половину, прийти вот в то состояние, да, в котором сейчас нахожусь я. То есть, вообще, цель всего этого – получить, как бы, определенное состояние, смысл жизни, как бы, кайфовать. И вот эти базовые ценности, такие как семья, любовь, отношения, вот, в общем, в том числе дают вот то удовлетворение, в котором вы будете находиться. То есть вы правильно все делаете, что здесь находитесь, я имею в виду на канале, вы не просто так сюда пришли, вы все в поиске для того, чтобы вам успокоиться и обрести свое счастье. Я реально говорю не какими-то высокопарными словами сейчас, а настоящими, вот, ну, вот, теми ценностями, которые сейчас наполняют в моей жизни, которые действительно меня радуют, как ничто другое. Я повторюсь, что когда-то там давно у меня не было возможности вообще просто знакомиться и общаться, то есть, и заработав и на квартиру, на машину, я понял, что, как бы, я все равно человек несчастный, мне, блин, сложно приходить домой и быть одному, как бы, мне тяжело, и я понял, что мне, ну, как бы, я находился в постоянном беспокойстве, благодаря тому, что я, я не помню даже, каким образом я набрел на канал, в общем, я увидел, как подходит Владимир, и, собственно говоря, я понял, что, блин, я так же хочу, я хочу как минимум для начала просто научиться выбирать, да, научиться подходить и для того, чтобы просто хотя бы добывать себе женщины ради секса. Я сегодня все буду говорить на улыбке, даже самые какие-то вещи, которые будут, возможно, грустными, но, как бы, тут это нельзя не, не отметить, потому что большинство из вас сейчас по ту сторону экрана находится вот в таком же состоянии когда-то, в котором находился я, там, пять лет назад. Ну, я смог это преодолеть, благо, потому что я этого очень сильно хотел. Больше, чем машины, там, квартиры и прочее, я очень сильно хотел, чтобы у меня была рядом любящая жена, любящие дети, в общем, вот, вот эта микроячейка, да, которая дает тебе максимальную силу, энергию для того, чтобы ты развивался дальше и существовал. Так вот, долго находясь в поисках, долго находясь в каком-то состоянии, когда тебе ничего не хочется делать, опускаются руки, я пребывал там какой-то, время, и, собственно говоря, когда наткнулся на канал, я понял, что мне нужно, вот, мне то и нужно, то есть, когда я прошел свои мероприятия, у меня первое, что появилось, я понял, что я полноценный человек, наконец-то, хотя я об этом узнал, но здесь я на практике понял, что я действительно все могу, у меня все получается, и я с сегодняшнего дня, как я прошел мероприятие, я буду подходить, и я стал это делать, стал подходить, собственно говоря, стал знакомиться, стал брать телефоны, я понял, что у меня есть и передоступ к женщинам, я как минимум могу выбирать уже из тех, кто мне нравится, а не из тех, кто остался в кабаке, или кто попался на дне рождения, в общем, то, что приплыло. Это очень важный фактор, хочу сказать, когда ты уже можешь выбирать, как минимум из внешне симпатичных уже, этот фактор, к сожалению, или к счастью, он никуда не денется, мы все равно любим глазами, поэтому ты уже начинаешь выбирать из того, что тебе прежде нравится. А после того, как ты внешне выбрал, ты уже начинаешь себе смотреть там, что по душе. Благо, что через полгода после прошествия моего тренинга, повторюсь, еще в 2015 году это дело было, я все-таки встретил свою супругу и понял, что это та самая, с которой я хочу связать с своей дальнейшей жизнью, в которой я уверен, которая готова родить мне детей, и мы с ней будем вместе развиваться и воспитывать. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить Володю, спасибо, что ты так или иначе сыграл какую-то вот свою определенную роль в моей жизни, появился на канале, как бы я не зассал, в общем, решился все-таки сесть в этот поезд Киров-Москва и приехать к тебе на мероприятие, где ты меня очень сильно прокачал. И в том числе и благодаря этому я стал тем, кем я сегодня являюсь, это как минимум счастливым отцом уже двоих детей и любящим мужем. Ребята, я вам всем желаю того же самого, чтобы как минимум хотя бы, чтобы вы нашли свою вторую половинку, я думаю, дальше там вы уже сами разберетесь, сколько вам детей рожать и сколько вам, ну, в общем, и как вам там дальше с этим, со всем делом разбираться. Но я очень счастлив, что у меня теперь, ну, как бы есть новый смысл жизни, новые горизонты, новая ответственность, теперь уже, ребята, как бы деваться некуда. Самое главное, что теперь появилось внутреннее спокойствие. Хотя, конечно, беспокойство за то, как кормить детей, там, что будет дальше, как выйти из кризиса, что там решать с работы, оно будет постоянно, но это такое все, это все всегда решается. Но вот то спокойствие, тот гештальт, вот эта настоящая ценность, да, как бы, которую я теперь закрыл, я искренне желаю, чтобы это произошло с каждым из вас, потому что мы все здесь ровно для того, чтобы получить спокойствие, то есть для того, чтобы прорешать, прокачать, получить вот эти настоящие ценности, ради которых мы живем. Это так круто, это просто, вот это настоящие парни. Блин, я искренне еще раз повторюсь, что всем желаю ровно того, что есть как минимум у меня, то есть да вам еще даже в два раза больше, чтобы вы легко подходили, легко ознакомились, легко общались, а потом с этими женщинами начинали строить отношения, а потом уже и свои собственные семьи, где вы будете там взрослыми папами, которые будут руководить семьей, там, женой, детьми, будете планировать в какую тренировку их там отдать, что делать. То есть сейчас у меня вот эти заботы, это очень приятные хлопоты, это очень приятные хлопоты, главное не засиживайтесь, пожалуйста, дома, не делайте так, как я, не дотягивайте это до 33 лет. То есть сейчас мне уже 38, и благо у меня все получилось, потому что я тогда оторвал там жопу от дивана 5 лет назад. То есть есть, я знаю, есть парни, которые там и 40, и больше лет, они до сих пор сидят, сидят и никак, ну, не могут ничего сделать. Парни, приезжайте, приезжайте, мы всегда вам поможем. Мы, те, кто уже достигли результатов в этом деле, мы знаем, как это, ну, непросто, но с другой стороны, очень все просто. Поэтому мы вам все покажем и расскажем, потому что каждый из нас проходил этот путь, то есть от ноля до того, как ты стал действительно счастливым человеком. Ваши работы, ваши все вот эти какие-то погони там за деньгами, за всем, то есть это, ну, как бы жизнь превращается в такое колесо. Я очень часто слышу на консультациях, что вот, ну, как бы я там несостоятельный парень, и у меня, ну, вот на меня женщины не будут смотреть, они ищут себе только богатых. Я когда познакомился с супругой, я переживал там определенный кризис, и я на год подморозил вообще все свои, в общем, активы, и мы не ходили вообще ни в рестораны, ни в кино целый год, потому что я сказал жене, что я сейчас буду все восстанавливать. Она, в общем, ну, как бы сказала окей, и, ну, то есть ей со мной было просто хорошо, потому что я нашел своего человека. Это очень важно, это очень важно найти своего человека, с которым тебе будет классно, который может родить тебе детей, и вы будете вместе наслаждаться и кайфовать по жизни. Конечно, в вашей жизни тоже будет всякая хрень, там, вы можете поругаться, где-то что-то еще, как бы это нормально, это бытовуха. Я повторяюсь, самое важное закрыть вот эти истинные внутренние потребности, которые вам от природы нужно закрыть. То есть не новые айфоны, там, не всякая хрень, а именно настоящие семейные ценности. Когда у тебя родится сын или дочка, тогда только ты сможешь успокоиться, то есть потому что это твоя, в том числе, потребность мужская, природная потребность, божественная потребность. Ребят, кому как удобно, но самое главное, что это счастье. Это счастье быть батей, быть, сука, батей, там, раздавать советы, раздавать поджопники, в общем, воспитывать своих детей. Это очень круто, это очень классно. Все, кто созрел уже для этой темы, кто еще там что-то думает, ребят, завязывайте уже с этим. Скорее, скорее, давайте уже решайте свои вопросы. Находите своих настоящих девок. Забывайте всех этих шмар, которые, там, портили всю жизнь вам, ну, в общем, предыдущую вашу жизнь, там, прошлые бабы, по которым вы скучаете, тоскуете, нахрен все. Вам нужно искать новую женщину, с которой вы будете строить новую классную семью. Блин, переполняет меня эмоции, переполняет меня все, не могу остановиться, готов там часами рассказывать, но вот хотелось бы, чтобы это видео было такое коротенькое и достаточно емкое. У нас наши новогодние мероприятия вот-вот уже стартует 17 декабря. Всем, кто запишется в самое ближайшее время, парни, я от себя вам дам личную скидку в 10 тысяч рублей всем, кто придет, потому что я, меня реально переполняет эмоции. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто придет, как минимум для начала научился знакомиться и уже выбирать из тех женщин, которых вы видите в своих больших или маленьких городах, в общем, они везде есть. И с ними со всеми можно общаться, знакомиться и строить семьи. Ради этого, ну, как бы, стоит сжить. И в этом весь смысл жизни. А там работа, вся эта движуха финансовая, то есть это как бы, это то, что никогда не закончится, это постоянно будет нужно. Вы и так это будете делать. Только после того, как вы решите свои семейные вопросы, да, как бы, либо вопросы просто вот личного характера, в общем, найдете себе женщину, этот гештальт уже закроется, и не надо будет ломать голову, переживать то, что вы делаете сейчас. Каждый день просматривая каналы, каждый день отвлекаясь, думая о том, что вы неполноценный какой-то еще, у вас всех все окей. Ребят, вы все нормальные, классные парни, просто вас надо либо распинать, либо, ну, вот, в общем, поддержать каким-то добрым словом, что мы, в принципе, и профессионально делаем, и профессионально умеем. Поэтому не надо говорить себе, что ты там недостоин, что ты там слабый или что-то еще. То есть, может быть, сейчас у тебя такой период, в котором ты просто еще пока не можешь найти себя, но я тебе точно могу сказать уже пятый раз в этом видео, что вот важно разграничивать и отличать черное от белого, там, мух от котлет и прочее. То есть, надо понимать, где именно настоящие ценности, где ты по-настоящему можешь быть счастлив. А по-настоящему ты можешь счастлив быть только в своей семье. То есть, как в детстве ты приезжал к бабушке, папа, мама, там, все вот эти, все ваши отношения. То есть, это, в детстве, это одно из самых счастливых, наверное, одна из самых счастливых пор, да, как бы отрезков вашей жизни, потому что вот все было классно, там, вы ездили в первый детский лагерь, вас возили там куда-то на море, это все с родителями. Также ваши дети теперь будут, или наоборот, у вас, вам чего-то там не хватило, и это самое вы теперь уже сможете передать своим детям. Это очень круто, это большая ответственность, но это одновременно и большое счастье. То есть, каждый, кто выберет этот путь, он обязательно с этим справится, потому что, ну, как бы нам всем дано по силам. Надо только выбрать, вступить на этот путь. Парни, всех жду на наших мероприятиях. Еще раз сам себя хочу поздравить и вам пожелать того же, как минимум, что есть сегодня у меня, и больше в два раза. Всех с наступающим Новым Годом, моего сына с днем рождения, и, ребят, всем вам еще раз счастья, добра, удачи. Пока!